Полтора года передышки и вот снова нас ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. Правда, начисления по ним начнутся с июля следующего года. Указ об их повышении губернатор подписал еще 14 декабря. Как только документ опубликуют, тарифы можно считать утвержденными. С июля 2024 они вырастут на максимально возможный процент повсеместно по краю. Рост итоговых затрат на оплату всего набора используемых коммунальных услуг для каждого жителя увеличится не более чем на 14,2%. Но, еще раз, в то же время, возвращаясь к первому ограничению, в среднем по краю рост платежки, рост платы граждан составит не более 9,3%. Зампред правительства региона поясняет, максимально допустимый рост платы для всех муниципалитетов одинаковый – 14,2%. Цифра принята для единообразия и с учетом реальной и будущей инфляции, чтобы не пострадали компании-ресурсопоставщики. Он начинает действовать с 1 июля, он начинает действовать всего лишь полгода в году. 9,3% размазываются на 4,65%. Это ниже инфляции. Мы тем самым с вами загоняем наши ресурсоснабжающие организации потом. Мы не даем им возможности развиваться, мы им даже не даем восполнить уровень инфляции. Это тоже надо учитывать. Предельный рост единый, но итоговые суммы за коммуналку даже в пределах одного муниципалитета могут разниться. И это как раз во многом зависит от ресурсопоставщиков. К примеру, семья из трех человек с квартирой площадью в 54 квадратных метра в Новоалтайске, которую отоплением обеспечивают новоалтайские тепловые сети, следующей зимой за услугу будет ежемесячно платить в среднем на 1000 рублей больше. По СГК предварительные цифры следующие. Ощутимее всего ударит по карману самая дорогая услуга – отопление. Тариф на него вырастет в среднем сразу на 5,4%. А в общей сложности, по подсчетам специалистов, барнаульская семья из трех человек с квартирой площадью в среднем в 50 квадратов отдаст на 1200 рублей больше. Насколько это приемлемо для большинства? Некоторые комментаторы в соцсетях обновленные тарифы уже прозвали как билет в бедность. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.